Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер и это Need for Speed No Limits, и у меня осталась последняя гонка в событии на McLaren F1 LM. Что ж, давайте пройдем этот седьмой день и последнюю гонку Мегамикс. Значит, нам нужно надрифтовать время в воздухе и 9 зон нитроп. При этом у нас еще ограничено все по времени. Итак, вот так вот выглядит этот яркий красавец. Что ж, я надеюсь, с первого раза я смогу пройти эту последнюю гонку. У меня одна попытка. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, отлично. Ох, зон нитра как много! И как вот я бы ее захватил-то? О, так. Поймал, не поймал? Вроде бы поймал. Так, отлично. Сейчас должны быть прыжочки у нас. Ох, пропустил я один прыжочек, но зону нитра зато не пропустил. И дрифтовать еще надо, пацаны. Вот здесь вот можно надрифтовать нехило. Вот две зоны нитра. Отлично. Опа! Замечательно. Я думаю, что я смогу все это сделать с первого раза. Отлично! Все, теперь осталось только доехать вовремя. Давай, родная! Я знаю, ты меня не подведешь. Три секунды. Две секунды. Отлично. Честно, думал, что проиграю. Обычно в испытательном полигоне последняя гонка достаточно сложная, но здесь все было очень просто. Что ж, хочу сказать, что вообще событие было легким. Ничего сложного не было. Так что многие те, кто, допустим, только начали, могли бы пройти его. Итак, седьмой день пройден. Давай, давай, покажись. Да, тачка теперь у меня в гараже. Отлично. Далее. И мне сейчас, наверное, что-нибудь позитивное напишут. Нет? Временная серия. Дальше ждем, конечно же, Кёнинсек и Хэнесси Вином. Ох, как все долго он это делает. Так, золотой уровень. Если бы вы, допустим, прошли только 6 дней, то получили бы 40 чертежей. Но в данном случае я получил всю тачку. У тебя получилось. Мастерства, скорости и самоотдачи тебе не занимать. Забирай F1, он твой по заслугам. Спасибо, дорогая Айви. Это был самый крупный испытательный полигон на сегодняшний день. А скоро нас ждут новые события. Да, я тоже их жду, особенно Хэнесси. Кёнинсек я не так жду, как Хэнесси. Потому что Хэнесси это новый автомобиль в данной игре. Итак. Макларен F1 LM. Отлично. Выглядит он шикарно. Мне интересно, конечно, будет ли на него какой тюнинг. Вау. Моносерия Шедевр. Это прикольно. Я думаю, сейчас мы туда как раз и отправимся. Чертежи. 10 штучек. Чё-то новенькое. Это мне дополнительно ещё 10 чертежей дали? Давайте-ка посмотрим. Так, он у нас к суперкарам относится, насколько я помню. Да, он у нас есть. И ещё, по сути, 25 чертежей. Опа. Уровень механика поднялся. Кстати, те, кто не видели, я недавно же тут играл в Need for Speed Payback на канале 5 Stars Gaming. Оставлю ссылку в описании. Вы можете как раз посмотреть. Был стрим. Получилось достаточно забавно. А недавно Вовчик вообще взял тот мустанг, на котором я гонял в Payback'е и модернизировал его. И мне, конечно, очень хочется посмотреть на это видео. Дело в том, что я снимаю данный видос до того, как Вовчик разместил, так скажем, или Uncle Day, он так себя называет. Видос. Кому интересно будет посмотреть, как оттюнинговал Uncle Day мой мустанг, который я купил на его аккаунте, покатался на нём даже. Видосы, короче, вы можете найти у него на канале. И, кстати, была лайв-встреча с его участием. Дело в том, что когда я ездил в Москву в GameLoft, Вован мне написал, типа, «Андрюх, если будешь рядышком, заезжай в гости. Посидим, постримим, поиграем. Вот. А у меня было время, и я почему бы нет, блин?» Да и чувак настроен очень был серьёзно в плане Ютуба. У него практически всё есть. И хромакей, и студийное освещение, и, блин, комп, который выносит все игры. Так, давайте отправимся в Супер и посмотрим, что у тебя есть. Здесь мастерская. Я надеюсь, ты меня чем-то порадуешь. Колёсами только, да? Спойлер? А, можно без спойлера, да? Давайте я без спойлера сделаю. Так, что у нас из колёс тут? Ну, наверное, те колёса, что у него есть, они лучше всего и смотрятся. А, ладно, оставим их. Блин, чё, у тебя вообще ничего нельзя модернизировать? Так, ладно, давайте что-нибудь с цветом сделаем. Корпус? Можно, да. А красочку давайте уберём. Во, уже совсем по-другому авто смотрится. У неё, смотрите, воздухозаборник есть сверху. Так, давайте перекрасим его в какой-нибудь другой цвет. Так, так, так. Вау. Вот это, по-моему, необычно, да? Мне нравится. Я, пожалуй, его оставлю. Давайте диски поменяем на какой-нибудь тоже другой цвет. Ух, белые. Очень даже симпатично смотрятся. И там вроде какая-то финтифлюшка внутри. Диск. Вот я сейчас не могу посмотреть. Во, видите, какая-то фигнюшка. Забавно. Так, нам нужно саппорт. Поставить синий. Отлично. Ну, неплохо, неплохо так смотрится. Давайте ещё окрасочку какую-нибудь другую на него зафигачим. О, вот это ему очень даже идёт, я считаю. Конечно же, куча сообщений. Ммм, ничего так, но не то. Так. Она определённо ему подходит. Ух. Но с синим нет, это не вяжется вообще. О, шикарно вообще. Мне нравится. Ладно, к сожалению, тюнинга у него никакого нету. Это грустно. Отправимся снова в моносерию и посмотрим, на что он способен. До куда мы дойдём, сколько бабла мы заработаем. Награда за серию 50 золотых. Потратил я на событие где-то 180 золота. Это чисто на билеты. Потому что билетов не хватало, и мне нужно было пройти данное событие в четверг вечером, чтобы сразу запилить для вас видео. Потому что в пятницу я выхожу на работу. У нас сейчас расширенный график, так скажем. Работаем допоздна, до последнего клиента практически. И с работы я очень буду поздно возвращаться домой. Я не знаю, справлюсь ли я с видеомарафоном, который вас ждёт 24 декабря. Те, кто не подписаны на группу ВКонтакте, именно там я размещал пост о том, что 24 декабря жду вас всех. С самого утра до позднего вечера будет много видео по вашим любимым играм. И даже те комментарии, которые чаще всего оставляли под видео, я их учёл. Но не все, к сожалению. Но вы поймёте, о чём я говорю. Особенно те, кто писали. И когда наступит день новогоднего видеомарафона, вы скажете, «Блин, флип, вообще спасибо, молодец, ты читаешь реальные комментарии». Это я так себя немного хвалю. Но на самом деле я хочу сказать всем спасибо за то, что вы активно очень оставляете комментарии, делитесь видео с друзьями, рекомендуете друзьям мои видео. Огромное вам спасибо. Особенно большое спасибо тем комментариям, которые вот полезны. Не только для меня, но и для человека, который вот только зашёл ко мне на канал и такой думает, «Блин, а чё-то, чё-то тут видео непонятно». Зашёл в комментарии, а там пацаны отписали, допустим, на каком я устройстве играю. К примеру, я не всегда успеваю отвечать на все комментарии, и которые очень часто повторяются, я, наверное, на них сниму отдельное видео под названием «Отвечаю на ваши комментарии». Так вот, огромное спасибо вам за активность, дорогие друзья. Ссылку на группу вы найдёте, конечно же, в описании. Видеомарафон уже на подходе. Это воскресенье, 24 декабря. Буквально через пару дней уже он стартует. Я надеюсь, вам понравится подборка игр, которые будут в нём участвовать. Фигачился, я совсем не посмотрел вообще, куда я еду и на кого я еду. И жду вас, естественно, 24 декабря. Фигачился, я совсем не знаю. Но мы приехали. Ещё одна трасса позади. Ещё немножечко бабла, наверное, заработали. Сколько нам дадут там? Две с половиной тысячи. Ну, прикольно. Вот этот вот винил прям вписался на эту тачку. Давайте следующую гоночку. Пока они все лёгкие будут. Здесь у нас нитро-натиск. Прибрежное шоссе на лата. Наверное, новой трассы здесь не будет, я думаю. Так, отлично. И, кстати, 24-го числа вас ждёт сюрприз. Какой? Сюрприз это и для меня, и для вас. То, что качество контента будет повышаться, но не стримы. Это не стримы. До стримов я и мой маг ещё не доросли. Так, отлично. Ну, что хочу сказать по тачке? А то что-то я совсем на другие темы с вами разговариваю. Тачка классная, красивая, симпатичная, но, к сожалению, вот нету никакого дополнительного тюнинга, кроме винилов. Убрать спойлер, ну, это как-то грустно. Согласитесь. Итак, здесь вон вообще все старички Ламборгини Диабло. Да-да-да. В те же времена, по-моему, как раз и Макларен F1 вышел, может быть. Но могу ошибаться. Так, всех мы их обогнали. Без спойлера он тоже так ничего смотрится. Блин, все жопы собрал. Эх. Кстати, звука не было никакого. Это очень странно. Так, отлично, отлично, отлично. Моно-серии я периодически прохожу для того, чтобы подкопить золотишко. Потому что золотишко на каждое событие пригождается. Рекомендую золото не тратить, если вы его получаете. Но если вы только вот недавно в игре можете тратить их на премиум контейнеры, я бы даже рекомендовал. Потому что в самом начале игры я именно так и делал. Потому что тачек мало в гараже, а нужно крутых боссов проходить. Конечно, вы можете вообще не донатить в данную игру и просто тупо повторные гонки проходить, получать чертежи. Отлично. Мы прошли. Замечательно. Тачка классная. Внешне она мне нравится. Итак, мы получаем, значит, еще 10 слитков золота. И дальше мы, наверное, можем еще пройти, да. Но я не буду на этом заострять внимание. Мы посмотрели на новую тачку. Прошли последнюю гонку в событии. Ждем новые события. И, конечно же, проходим соперники Блэк Риджа. В дальнейшем я, конечно же, хочу Макларен как-нибудь, чтобы сюда попал. Либо, может быть, Сла Феррари докачаю. Еще, по-моему, 70 или 80 чертежей осталось мне. Но я все легендарные детали и поставил. Ну, так, чисто на всякий пожарный, чтобы было. 39 дней до завершения сезона. И 15 чертежей неуловимого Макларена П1. Ну что ж, а на этом я закончу. С вами был по-прежнему Фликер. 24 декабря я жду вас на новогоднем видеомарафоне у себя на канале. С самого утра до позднего вечера будет много новых видео. А на этом все. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok